Всем привет! Меня зовут Света и сегодня все это видео будет посвящено моему гардеробу и, может быть, частично этой комнате, которую я постоянно так-то-сяк переделываю. Но в основном я расскажу вам сегодня про свою одежду, про организацию и хранение вещей, про какие-то свои принципы относительно одежды, потому что я по максимуму стараюсь избавляться от того, что не приносит мне радость и стараюсь, чтобы в моем гардеробе вообще во всей моей жизни присутствовало только то, чем я пользуюсь, что приносит мне радость и максимальную пользу, наверное. Так что, если вам интересно, то давайте шариться у меня по шкафам. Субтитры сделал DimaTorzok Шкаф, который я купила. Он на самом деле такой полудетский, невысокий, но я и сама не шибкая высокая и в целом мне такой шкаф максимально удобен, потому что здесь я в этом шкафу могу пользоваться верхней полкой, потому что обычно в таких высоких шкафах верхней полкой очень сложно пользоваться, из-за того, что туда элементарно неудобно каждый день лазить, а здесь я верхней полкой пользуюсь. В общем, вот все мои вещи, то есть это вся моя одежда, наверное, большая ее часть, потому что есть еще кое-что, что висит около выхода из квартиры, ну, в прихожей, и там висят вещи, которые действительно нужны именно в той зоне. Это какие-то курточки, ветровочки. Я считаю нецелесообразно здесь их хранить, потому что обычно мы их надеваем по погоде и накидываем самый последний момент. Наверху у меня всякие штаны, леггинсы, джинсы и шорты. Вот эти вот мои шорты, им уже, наверное, лет 8, и я пока не могу найти альтернативу этим шортам. Я их из-за этого не выкидываю, продолжаю носить, потому что лучшего я ничего не нашла. Где-то год назад я купила такие джинсы в Бершке и поняла, что такая модель джинс мне совершенно не идет, это джинсы-бананы. А потом я взяла и отрезала их просто по форме вот этих вот своих любимых джинс. Подвернула пока что и не подшивала, надо их отнести в ателье, чтобы мне их прошили. И мне уже понравилось, в принципе, как они на мне сидят. То есть в формате шорт это выглядит лучше, чем в формате джинс. У меня есть несколько таких легких летних платьев девчачьих. Вот такое голубое, вот такое красное, это Gloria Jeans, вообще одно из самых удачных. И вот такое вот это бренд Sensei. Я его купила недавно за 500 рублей. Еще у меня есть вот такое вот платье, это New Yorker, оно такое обтягивающее. Цвет лапш... Какая цвет лапша? Лапша зеленого цвета. Вот этот свитер бренд Rope, он как новый, я буду его продавать. Так что можете подписаться, если вдруг вам что-то понравится, сможете купить. Кстати, вот эта вот рубашечка, я ее ношу не снимая, она шла в комплекте к этим шортам. Пофта Guess. Я сотрудничала как-то раз с брендом Guess, и у них был какой-то коллаб. И с тех пор у меня есть такая толстовка, я ее очень сильно люблю. Хотя мне ее немного испортила собака, сделала мне там зацепки. Но все равно я ношу, она супер какая-то теплая, но при этом мне не жарко. Эти брюки от костюма, которые как бы классические, но которые можно и на повседневку носить. Но мне почему-то такой стиль совершенно не идет, я пробую, покупаю, заказываю каждый раз мимо. Просто не мое, поэтому костюм, наверное, я... Да, я вот тоже продам. Здесь внизу у меня две буферных коробки. Зачем они нужны? В общем, когда ты приходишь домой, вместо того, чтобы кинуть вещи куда-то там на стул хаотичный или еще куда-то, ты просто их кидаешь сюда. Я считаю, что так лучше, чем разбрасывать вещи по всей квартире. То есть, вот, у меня есть место, куда можно просто закинуть свое шматье, и оно не будет мозолить мне глаза. У меня здесь, например, лежит один свитер Aimclaw. Он, насколько я помню, хлопковый, и я его сейчас даже летом ношу, когда прохладно. То есть, он греет, но в нем невозможно вспариться. Остальные мои свитера куда-то Леша запихал. У нас есть гардеробная, которую мы хотим разломать для того, чтобы объединить наши кабинеты. Такой получился open space. Действительно большое место, где ты и работаешь, и спишь, и смотришь, что, не знаю, домашний кинотеатр, и у тебя там творческое пространство. Мне кажется, это классно. На всяком случае, для меня, как для творческого человека, как для контент-мейкера, это лучшее, что может быть. Здесь у меня не в родной коробке хранятся вот такие вот кроссовки, которые я купила в... Я их купила, по-моему, в Вероне, да. Я хочу их продать. Это Fila. Я их тоже в своем аккаунте размещу, там, где размещаю всю одежду на продажу. Блин, офигенные кроссовки, но я их не ношу. Короче, со шкафом все. Тут еще дофига места для хранения. И мне нравится, что у меня такой маленький шкаф, потому что с помощью него я держу себя в рамках. Мне кажется, можно еще на 50% здесь все урезать. Еще я вот здесь на шкафу организовала такой сетап из растений. Сделала такие виньетки. Мне нравится, симпатично смотрятся. Не знаю, выживут они там или нет, но у меня такое есть правило относительно растений. Если хочешь выжить, типа, борись. Я на самом деле чувствую себя гораздо более спокойной, когда вот я просто открываю шкаф, достаю оттуда буквально рандомную вещь и точно знаю, что она мне подходит, что она сочетается практически со всеми моими вещами. И мне не надо ломать голову, с чем же мне ее скомбинировать. А, и еще у меня такой пунктик. Наверное, я только сейчас к 30 годам созрела для всего этого. Я больше не покупаю одежду, которая неудобная. А если у меня такое и было, пусть это были даже самые красивые, офигенные вещи, которые на мне идеально смотрелись, я их просто собрала и раздала, раздарила, продала. Я не придумала, где хранить свои сумки, но у меня на самом деле их не такое большое количество. У меня есть одна поясная сумка на каждый день для прогулок с собакой. И еще я иногда ее использую для пробежек или когда в лес иду, просто чтобы все было под рукой. То есть там помещается, ну, только телефон, карточка, тампоны и влажные салфетки маленькие. Основные сумки, они пока бедолажно хранятся на лесенке, но скорее всего они тоже куда-нибудь в шкаф переедут. Это сумка Нилс Карта, это сумка Майкл Корс и моя последняя новая сумка, это сумка Верфь. Верфь это бренд из Петербурга. У этой сумки такая приятная полужесткая форма, подходящая для ежедневной носки. То есть она никуда не сминается, не сгибается и в принципе из-за этого не деформируется. И у нее очень большая вместимость, несмотря на то, что она такая компактная. Я для повседневной носки люблю именно такие маленькие компактные сумочки, чтобы они как-то не мешались, чтобы ты вот ее повесил. И все, сумка здесь, она маленькая, при этом в ней лежит все необходимое. И у этой сумки мне очень зашел ремешок, потому что он с обеих сторон варьируется по длине. И соответственно я могу регулировать длину ремешка и адаптировать саму сумку под разные наряды. Ну хочется, например, практически подмышкой ношу, а хочется спускаю даже ниже бедра. Мне больше всего нравится сейчас на максимальную длину носить. Накинула либо на плечо, либо как кросс-боди и побежала. Кроме того, мне понравились всякие такие приятные мелочи, типа дополнительных кармашков. Например, вот здесь такой кармашек. Внутри тоже есть всякие разные кармашки и для паспорта, и для телефона, и для всякой мелочи. И на сайте я прочитала, что это модель сумки, где качество равняется цене. И могу сказать, что качество натуральной кожи меня действительно приятно удивило. И то, как она сделана, здесь все так прошито, и все аккуратно, и все такие детали красивые, лаконичные. В общем, все как я люблю. Я сейчас влюбилась в эту сумку и ношу ее чаще всего. Ссылку на нее вам оставлю в описании. И еще в этой сумке, что хорошо, что она не дерет волосы. В отличие, например, от сумок с цепочками. К сожалению, они этим грешат. Двигаемся дальше. Здесь мой комод, я его купила на Ларри Дуд, и я уже рассказывала вам о том, что я сейчас стараюсь постепенно переходить на вещи, которые имеют белые фасады, но у них верх под дерево. Потому что так вещи выглядят в жизни намного более чистыми и аккуратными. Потому что, например, у меня есть какие-то белые столы, белые стеллажи, и вот эта полка сверху белая, она постоянно в пыли, и какая-то грязная постоянно. Короче, мне это все надоело. И я сейчас хочу у своего стола поменять столешницу на деревянную. И, наверное, купить в Леруа Мерлен мебельные щиты. И все стеллажи сверху тоже поменять на вот такой цвет. Здесь у меня трусишки всякие. Здесь вообще всегда раньше хранились носки, и там пока что еще до сих пор есть одна пара. Но я поняла, что мне этот ящик больше всего нужен под какую-то мелкую технику, под какие-то аккумуляторы и так далее. И я, наверное, займусь этим вопросом в ближайшее время. Здесь у меня хранятся суперлетние вещи. Здесь всякие шортики. Последние шортики, которые я купила, это, например, вот такие вот спортивные из Тезенис. Я их взяла не глядя, без примерки, и они оказались какими-то никакими дурацкими. Я их практически не ношу. А из того, что ношу, это, например, вот такая вот юбочка джинсовая, которая обалденно села мне по талии. Я ее просто обожаю, и это, наверное, первая мини-юбка, которая классно на мне смотрит. И здесь последний ящик. Здесь у меня хранится верх от белья. Вот этот вот брон из Инканта. Не знаю, они еще остались в России или нет. Вот один из моих самых любимых в последнее время. Вот еще шортики, которые я купила в Тезенис. Вот эти вот шортики классные. Я их купила исключительно для дома, и дома в жару у них действительно очень комфортно. Ящик со всякими вот такими вот штуками. Тут еще, знаете, есть какие штуки? Вот такие вот. И не спрашивайте, зачем они мне нужны. Эти гантели в основном для того, чтобы подпирать окно, потому что его захлопывает сквозняк. Здесь мой старый мак. И здесь у меня на рабочем столе тоже по минимуму вещей, потому что если захламляется, то ничего хорошего не выходит. Вот такое вот растение. Я, кстати, несколько таких купила, и они у меня на самом деле скорее для декора, нежели для житья, потому что не уверена, что им достаточно здесь света. Но, опять же, если захотят выжить, то выживут. И один горшок я использую как контейнер для мусора. Этот слаж я вам уже сто раз показывала. Здесь, в принципе, ничего не изменилось. Внизу у меня есть контейнер, в котором я храню часть своей спортивной формы. Еще я хочу для этих стеллажей купить ножки, чтобы их немного приподнять, потому что нижняя полка – это просто практически пол. У меня дома есть такие стеллажи, и они стоят на ножках. И как-то они хотя бы чуть-чуть так приподнимаются, и выглядят все-таки уже как более такая взрослая мебель. А это какой-то такой, не знаю, несуразный прямоугольник с восьмию дырками. Как-то вот неудобно ими пользоваться. Ну, вот для книжек – да. Но, опять же, здесь книжки вымещаются только в один ряд. Короче, это стеллаж только для фоток в Инстаграме. А вот эту стену мы проломим, да? По поводу организации пространства, постоянных уборок и перестановок. Почему-то многие люди считают, что это какая-то навязчивая идея, что это что-то такое плохое, что это какой-то невроз. И я как-то раз поговорила со своим психологом, и он мне сказал, что пока это приносит тебе удовольствие и не мешает тебе жить, то занимайся своими перестановками, своими уборками, сколько влезет на здоровье. Просто сейчас все насмотрелись картинок в соцсетях, и резко с помощью этих картинок стали психологами. И на основании любого твоего действия готовы поставить тебе диагноз. Если ты следишь за своим питанием, значит, у тебя РПП. Если не следишь, то, значит, идешь к ожирению на психологической почве. Просто. Не знаю, у меня нет на эту тему уже никаких слов. Еще у меня здесь есть такой пуфик, и на самом деле в нем есть тоже небольшое отделение для хранения. Пока что у меня там хранятся, как у настоящей 32-летней женщины, пакет с пакетами. И я подумала, что, может быть, этот пуфик тоже надо переобить, потому что он какой-то такой же медовший жизнь. Но, с другой стороны, я полезла на всякие разные сайты, где занимаются перетяжкой мебели, и я так прикинула, что для того, чтобы перетянуть всю мебель, которую я хочу перетянуть, проще новую купить, на самом деле. Не знаю. Если у вас был опыт перетяжки мебели, то скажите, выгодно это или не выгодно. Я пока не пойму. Потому что вроде бы вещь нормальная, ее жалко выкидывать, но она уже такая подуставшая, и на самом деле довольно сильно портит интерьер. И на этом буду закругляться. И напоследок скажу, что мне нравится все, что касается минимализма. И я могу себя причислить к минималистам, потому что я считаю, что не обязательно обладать только одной вилкой, одной ложкой, одной парой трусов для того, чтобы называться минималистом. Достаточно просто разделять эту философию, где-то адаптировать ее под себя, где-то по максимуму ей придерживаться, где-то по минимуму. То есть здесь все довольно пластично. Так что да, мне ближе минимализм и в плане организации пространства, и в плане организации гардероба, и в плане наполнения гардероба. Потому что минимализм это что-то такое простое, а по простым правилам, как известно, гораздо легче играть. Если у вас остались какие-то вопросы, или вы просто хотите пообщаться, то давайте сделаем это в комментариях под этим видео. Помните, что вы самые лучшие. Всем желаю вам отличного настроения. У вас все получится, и до встречи в следующем видео.